Вот я вам сразу говорил, какие примерно пушки будут. Вот по тому доступному списку оружия, которое сейчас уже есть в игре, уже все понятно. Прям все понятно. То есть первые доступные пушки будут в основном это всевозможные пушки на базе Калаша, пушки на базе Скара, пушки на базе М4 и вот, соответственно, вот этот Лохман. Все, это ваш стартовый пакет пушек. Он там будет условно 30-40 штук, там, не знаю, условно 8-8 Аэрок, там 6 ППшек, как обычно, короче. Вот мы сейчас ПП Витязь видели. Условный Барретт, то есть у нас что там уже есть? У нас есть сигнал, есть Барретт, скорее всего будет еще одна какая-нибудь снайперка, там типа СПР-ки какой-нибудь. Ну вот, будет 2-3 пехотных винтовки, там уже есть 2 пехотные винтовки, это который на базе Лохмана открывается, и там пехотная винтовка, карабин МК-2. Будет там 2-3 дробовика, тут, по-моему, покажут как раз-таки Ремингтон и покажут 726 дробовик. Или как он там называется, точно не помню. Анимация охуенная, звук охуенный. Мультиплеер, кусок гавана, единственная проблема. Вот эти перестрелки в один фрейм, они меня лично угнетают. Мою, знаете, вот эту вот, транс-транс личность, игрока в эти, в соревновательные шутеры. О, ПП Бизон, хорошо. То есть у нас уже 2 ППшки на базе Калаша. Это при том, что у нас уже есть АКСУ, который в разделе АЭРок торчит. То есть это уже 3-й Калаш, который есть. Ну, условно, 3-я пушка на базе Калаша. Вы представляете, сколько вообще Калашей можно добавить? Их там миллиард нахер. А, 725, а не 726. Анимация перезарядки у него вообще балдежная. Видели, как он 2 патрона сразу перезаряжает? Типа сразу такой, оп-оп, закидывает. Во, АК-105. Пошла. Какова красота! Какова красота! Правда, все эти Калаши одинаково выглядят абсолютно. Ну, серьезно, они будут отличаться только ттх своими. Все, все остальное, все остальное будет просто идентично. Они же, в принципе, одинаково выглядят. Вот, второй СКАР, который доступен. Как там в чате правильно сказали? Или неправильно сказали? Ну, в комментариях поправят в любом случае. Как бы там СКАР-Х, а это СКАР-Х. Или СКАР-Л там. Вот это, кстати, уже больше похоже. Во! Калак-103. Погнали. Вот это, вот это уже похоже на обычный Калаш. Который мы видели в МВ-19, в Кулдваре. Вот это похоже на него. Именно по темпу стрельбы. То есть, Кастов стреляет, по-моему, побыстрее. У него отдача намного легче. А это тут прям темп стрельбы такой же. МП-7. МП-7 прям трещоточка. Прям нормальная такая трещоточка. Темп тррррр. Наваливает. О, РПК. Вот это вот. Калаш, штурмовая винтовка. Калаш, пистолет, пулемет. Калаш, пулемет. Калаш, калаш. Ни хера там в магазин. Охереть магазинище. Это вот для всех тех людей, которые ожидали. Типа, а где калаши? А где калаши? Я вот делал видос по примерным пушкам, которые будут выходить. И челы такие, а где калаши? А вот они. Вот дезерт игл, кстати. Дезерт игл, кста, новый. Это не старый дезерт игл. Вот такой вот, длиннющий. Я не знаю, пушки прикольные. Визуально они выглядят. Прикольно. Что еще людям надо, я не знаю. Я более чем доволен конкретно контентом пушечным. Мне хочется узнать, что там будет все-таки с Warzone. Как он будет играться. И DMZ. Потому что, во-первых, бесплатные режимы. И на них явно будет больше аудитории. И, во-вторых, PvP, PvE контент, он достаточно актуален сейчас. Потому что казуалов приходит в игры очень много. А учитывая, что это условно тарков для консолей, А это именно тарков для консолей. Потому что, например, сайкла на консолях нет. А сайкл это тоже тарков, только про ближайшее будущее. И вот как в свое время Warzone был условным батл-роялем от первого лица, И при этом в Modern Warfare, ну, в сеттинге Modern Warfare для консолей, Так и здесь будет тарков для консолей. А консолей много. Консоли ебать популярные.